Вчера я публиковал видео о том, как я продолжаю формировать портфель на 100 тысяч рублей. Я его разбил на две равные части. В прошлом видео рассказывал, как формировать валютную часть. И это видео почему-то не вызвало большого интереса. Количество просмотров маленькое, комментариев тоже немного. Я уже задумался, стоит ли мне снимать видео про реальный портфель. Может быть мне снимать про преступный режим Путина или про каких-нибудь мошенников от Форекса. Там отклики намного больше. На самом деле это шутка. Я так понимаю, что далеко не всех интересует, куда вложить 100 тысяч рублей. Большинство, наверное, интересует, где бы достать хотя бы 10 тысяч рублей до зарплаты. Но, тем не менее, я продолжаю видео про формирование портфеля, потому что я считаю, что это очень-очень важно. Я делаю портфель инвестиционный, диверсифицированный, так как умею и рассказываю об этом всем. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я закончил на том, что я решил создать портфель, который будет состоять из двух частей. 40% это защитная часть, а 60% это портфель из акций, которые могут и упасть в принципе. И я начал рассказывать о принципах, как я буду формировать этот портфель. Кому-то может нравиться, кому-то нет. Мне уже написали, что надо формировать дивидендный портфель и так далее. На самом деле, я считаю, что портфель должен повторять индекс S&P 500, благо, что информации о нем огромное количество. Ну вот, я так решил. Именно вот на такой основе. И поэтому я продолжаю это делать. В прошлом видео я закончил на том, что купил всего лишь одну акцию из самого-самого нижнего раздела, потому что на него приходилось всего-то 9-10 долларов. И надо было найти акцию, которую можно купить по такой цене, да и чтобы еще и было, ну, по крайней мере, интересно. Я нашел эту акцию. Я в прошлом видео рассказывал, что это Кореа. Сейчас покажу, значит, ее Кореа Electric Power Company. То есть, это корейская компания. Ну, ничего страшного, это сбытовая электрическая компания, которая снабжает энергией. Ну, будет азиатская часть у меня в портфеле. Вот. Теперь следующий по величине – это Real Estate. Стоит у меня 3%, и на него у меня 12 долларов. Я стал искать эти акции из Real Estate, и, в общем-то, найти их было практически нереально. Смотрите, вот здесь я вставил Real Estate, цена до 15 долларов, и, значит, я поставил, как и прежде, вот такое. У меня выскочило огромное число акций, но, когда я начал искать эти акции, они все, ну, в основном здесь USA, USA, но я их не… Ну, как бы, посмотрите, сколько страниц, сколько страниц, вот по forward P на E, я, значит, все. Но я их не нахожу. Я думаю, почему я их не нахожу? Я стал искать следующее. Стал по Market Capitalization. Мега. А их нет таких. Нету акций по Mega Capitalization. То есть, вот, так сказать, я думаю, что, ну, наверное, крупные только компании есть на бирже СПБ. Их просто нет. Беру большие. Их тоже нет. Есть какая-то Annaly Capital Management Incorporated, вроде, значит, REIT Mortgage, то есть, недвижимостью, действительно занимаются в Соединенных Штатах, но ее нет на бирже СПБ. Я стал копать ниже немножечко, средние их много, но, опять же, они отсутствуют на бирже, потому что они мелкие на бирже СПБ. И я решил тогда уже включить следующее. Я уже решил тогда, ну, хорошо, если нету, то включаем до 20 долларов. Пусть это будет немножечко большие компании. И все равно их нет. Вот. Дальше я включаю большие компании. Вот у меня есть уже какие-то компании. Опять же, Annaly Capital Management Incorporated. Брокфилд Property. Так, по-моему, что-то у меня еще было. Вот. И, короче говоря, ну, эта компания, вот видите, взлетела, в общем-то сказать. И есть Hosted Hotels and Resorts Incorporated. Вот эта компания как раз оказалась на бирже. Она немножечко выходит по цене. 16,69 сейчас на бирже. И я, в общем-то сказать, ну, с превышением купил эту компанию. Вот она. Из компании, из раздела Real Estate я купил Hosted Hotels и Resorts. Ну, вы видели, что это одна из трех, которые выскочили. Ну, у меня было две там, на самом деле. Почему-то, не помню уже, я там что-то еще включал. Вот. Но две, три, так сказать, там только одна из них была в индексе S&P 500. И давайте посмотрим на эту компанию. На самом деле, выбор, мне кажется, не самый лучший все-таки. Почему? Потому что, ну, вот она на максимуме. Вот здесь вот канал нарисован, насколько я понимаю. И она выскочила из канала. Но я решил, что она, наверное, пробьет этот канал. Но, тем не менее, значит, последняя рекомендация. От 12 января 2021 года. Downgrade от Реймонда Джеймса. Я не знаю, кто такой Реймон Джейс. Значит, снизили рекомендацию до рыночной стоимости. То есть, она сбалансирована. А предыдущая как раз рекомендация от 15 декабря от компании Citigroup была от нейтральной до покупать. Ну вот, купили. Соответственно, она вроде как отыграла рекомендации от Citigroup. Ну, в общем, вот, как бы Citigroup показывала, что она должна вырасти до 17.50. Ну, в принципе, так она и выросла. Ну, я купил, потому что, ну, просто заполнить сектор real estate больше нечем. Идем дальше. Что у нас дальше идет? А дальше у нас идет Basic Materials. Basic Materials. Я искал компании, вот здесь уж совсем у меня было туго. Смотрите, Basic Materials. У меня компании Under 20. Ой, почему-то они есть. А, так они здесь есть, а на бирже их нет. Я искал их среди мегакомпаний. Вообще ничего нет. Нет, я искал и так, и сяк. И, короче говоря, когда я нашел то, что я хотел найти, все это стоило не дешевле, чем 36 долларов за акцию. А у меня, смотрите, у меня на эти Basic Materials, вот она, я нашел за Mosaic Company, 29 долларов за акцию, более-менее подходит. Вот, но у меня на Basic Materials всего 16 или 17 долларов. Я решил, что в два раза превышать эту долю не стоит. И лучше я вложу эти деньги в активы, которые будут защитными. Потому что, ну, они, по крайней мере, ну, не менее хорошие. Вот так. Вот, теперь следующий. Energy. Energy, смотрим сюда. Energy Transfer LP. Это, мне кажется, мое лучшее приобретение за вчера. Вот, смотрим. Energy. Так, здесь уже у меня, насколько я помню, Energy Transfer. Нет, 702. Так. А, среди Mega их нет, среди больших. Вот они, да, она на первом месте стоит. Energy Transfer LP. На первом месте Forward PE 607. В общем, мне кажется, это очень хорошая компания. Вот, она пробила, опять же, во-первых, восходящий тренд, вроде как. Она пробила вот эту линию, которая рисует у меня Finviz. И есть надежда, что она уйдет вперед. По параметрам, вроде бы, все хорошо. И посмотрите по рекомендациям. От 22 февраля Upgrade. От 12 января Upgrade. Ну, в общем, до 9 обещают, что она может вырасти вот до сюда. Я думаю, что это самое лучшее мое приобретение. И более того, я скажу вам, что Energy Transfer уже выросла у меня со вчерашнего дня, после того, как я ее купил. Вот. Теперь далее идем. Это Energy. Energy у нас одна. Значит, ну, чем дальше мы поднимаемся вверх, тем проще выбирать акции, потому что уже становится сложность с выбором, потому что их очень много становится. Поэтому Consumer Defense 27,67 долларов у нас. Давайте посмотрим. Вот он, Newell Brands. Я выбрал. Давайте посмотрим на нее. Так, выбираем здесь, опять же, Consumer Defense. Так, это не Large, это Mega, мне кажется, будет. Нет. Так, не помню, как я выбрал. Under 20. Under 30 я выбирал. Так. Стоп. Сколько оно у меня стоит? Consumer Defense 24. Under 30. Из Mega нет. Из Large. А из Large тоже нет, насколько я помню. Ну да, она среди средних была. Вот она. Этих не было на бирже SPB. Вот первая же, которая была на бирже. Ну, я ее и выбрал. Ну, собственно говоря, и рекомендации тоже. Buy. Buy. От 8 января покупать. От 4 января покупать. Bank of America Securities. Достаточно солидный банк. Он говорит, что надо покупать. И вообще, что она улетит чуть ли не в космос до 27. То есть, она улетит вот сюда. А, нет, не в космос. Ну, улетит. До 27. Джеффрис до 28 обещает. Ну, как бы, хороший результат. Что дальше у меня было? Смотрим сюда. Так. Consumer Industries. Индастриалс уже 34 доллара. И... Индастриалс... Где у меня Индастриалс тут? Вот она. Карьер. Горнодобывающая, насколько я понял, компания. Вот. Давайте сразу ее вобьем. Так. Индастриалс. Мега. Нету. Андерл 50. Нету. Среди больших компаний. Ну, вот она, карьер. Судя по всему, этих не было. Карьер первый же. Форвард ПНОЕ 16. Ну, не очень хорошо на самом деле. Смотрим на рекомендации. Карьер to consult the guidelines around indoor air quality and contactless solution for US hospitality industry. Не знаю, честно говоря, не помню. Ну, просто взял первую, которая была из списка. И у нее 37.30 как раз долларов. Давайте посмотрим, почем я ее взял. Карьер 37.37. Насколько я понял, она уже упала у меня. Да, она немножечко опустилась. Ну, вот как бы стоит вот на этом уровне. А, да, еще вот чем хороша она, тем, что она упала. Я надеялся, что она упала и поднимется. Ну, возможно, это был дивидендный гэп. Я не знаю, что это было. Ну, вот так взял и все. Далее. Давайте смотрим далее, что у нас идет. Industrial Healthcare. Healthcare уже 57 долларов. И там выбор значительно больше. Конечно же, значительно больше. И тут получилась интересная ситуация по Healthcare. Это здравоохранение, если кто не знает. Так, здравоохранение до 50. Посмотрите, по forward P на E, значит, на первом месте у нас стоит компания Viatris. Достаточно известная компания. Она откололась, ну, она образовалась в результате раздела. Там компания Pfizer на две части, значит, там была выделена компания Viatris. Очень хорошая компания. И в результате я решил ее взять. Но стоимость акции 15,50. А у нас, вы помните, что... Какой 17,50? Да, она уже... Она упала. Вот так. Короче говоря, у меня остались лишние деньги. Я решил, что, может быть, я что-то еще возьму. И поэтому, значит, есть еще следующая компания. Teva израильская. Тоже очень мощная компания. Но ее нет, к сожалению, на бирже SPB. Значит, GenMap AC. Это датская компания. По показателям вообще охренительно. Нету. И следующая. Bausch Health Companies. Тоже нету. По производству дженериков из Канады. Следующая. Walgreens Boots. Почему-то нет. Я не знаю почему. Это крупнейшая сеть аптечная. Я ее не нашел, короче говоря. Вот. И Sanofi я нашел. Это очень крупная компания. Вы видите, что сейчас акции на локальном минимуме. Но Sanofi, швейцарская компания. Ребята. Это, в общем, сказать, Drag Manufacturers. Франция. Вот. Ну, во-первых, французская компания. Во-вторых, здесь спорсной апгрейд, апгрейд. В общем, я решил, что... Ой, апгрейд там не очень, на самом деле. Но я решил взять. Это очень известная компания. Очень крупная. И она как раз мне подходила для того, чтобы вот эту область, этот раздел в... Ну, не вкладывать же все в одну компанию. Если можно разложить в две, а и здесь уже можно разложить, то я разложил на две компании. Виатрис и Sanofi. Давайте посмотрим. Здесь самое интересное, что произошло с Виатрисом. Вот. Виатрис грохнулся вниз тут же после того, как я его купил. Вот он. Я его купил, и он грохнулся вниз. Так бывает. Вот. Что произошло с Sanofi? Sanofi немножечко подрос. Вот. Ну, в общем, вот так. Так бывает. Ничего страшного. Особенно с фармацевтическими компаниями. Что происходит дальше у нас? Значит, дальше у нас идет... По... Health Care. Communication Services. Communication Services. Где он? Вот он у нас. Здесь Lumen Technologies. Я посмотрел вообще компания. Такая компания. Такая компания. Так, давайте уже under... Нет, under 50. Ладно. Так, Communication Services. Я не помню, сколько она стоит. Lumen. Давайте посмотрим, почем я ее купил. 1204. Да. Вот, смотрите. На первом месте. По показателю форвард П на Е. Вообще офигительная. Вот. Форвард П на Е. И я решил ее взять. Просто вот. Просто взять. Потому что следующая компания. Испанская. Я ее не нашел. На СПБ. Следующая компания. Мексиканская. Я еще ее не нашел. Следующая компания. Французская. Orange SA. Ну, честно говоря, уже и не искал. Я думаю, блин. Lumen. С такими параметрами. Посмотрите. 861 форвард П на Е. А здесь 12, 12, 13. Я решил просто взять. Все затарится Lumen. Здесь 12 долларов за штуку. И все, что у меня отписано на это дело. Смотрите. Коммуникает 61 доллар. На 60 долларов. Я купил 5 штук. Ровно на 60 долларов. Компания Lumen. Мне кажется, это хороший выбор. Давайте еще раз глянем на Lumen. Ну, то есть, она прямо на первом месте. Чего бы ее не взять. Ну, говорят, что она до 15. Ну, вот как бы линию тут прочертили. Говорят, что будет расти. Что еще? Ну, правда, говорят, что будет расти она до 15. Она уже выросла в свое время. Так, а последний, 28 января, уже перегрето слегка пишет. Ну, посмотрим на самом деле. Но на первом месте по форвард П на Е я считаю, что это нормально. Взять такую компанию. Дальше, что мы смотрим у нас. Consumer Cyclical. Опять же, насколько я помню, я их взял две. Пульта Групп и Форд Моторс Компани. Пульта Групп я взял, ну, 46 долларов. Смотрите, у меня Consumer Cyclical 61 доллар. Доллар на 46 долларов я взял Пульта Групп. И остались деньги еще не растраченные. Там сколько там, 10-11 долларов. И я посмотрел, что, в общем, Форд Моторс Компани. Ну, в общем, почему бы не взять Форд Моторс. Вот она. Пульта Групп и Форд Моторс. На втором месте я хорошо просто вот эту заполнил нишу акциями на двух первых местах по форвард П на Е стоят. Повторяю, что я ориентируюсь на форвард П на Е. Может быть, это ошибка. Я не знаю. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, дальше уже идет Financial. Financial я взял тоже две. The Heart for Financial Services и China Life Insurance Company. Давайте посмотрим на них. Так, вот помню, LI я искал. Значит, я включил еще один параметр. И я думаю, что этот параметр был следующий. Сейчас я вспомню. Так, 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 так. EPS this year. EPS next year. Past 5 year. Вот мне кажется, что я включил вот это так, чтобы оно было безубыточное за последние 5 лет. Ой, я тут интересно. Я включал коэффициент бета. Это было нечто. Да, вот здесь. Вот, Sales Growth. Вот это вот я включал. Значит, Positive. Вот. За последние 5 лет она всегда была в прибыли. И EPS Growth. Past 5 years. Positive. Опля. Так, не помню уже. Не помню. По коэффициенту бета я как-то включил. Значит, решил посмотреть. Коэффициент бета больше 4 и не нашел. Коэффициент бета. Ну, это вообще запредельно. Больше 3 не нашел. Коэффициент бета больше 2,5 не нашел. Так. А, здесь не было позитивов. Вот. Ну, короче говоря, я нашел компанию, которая по коэффициенту бета там вообще, так сказать, запредельная была. Вот. Да, Best Strong Buy. Вот это вот. Вот так вот. и Price Under 50. Так. Нету? А, она не Larch была. Вот она. Медальон Financial. Эшфорд. Медальон Financial. Она есть вроде бы. Но, короче говоря, нашел одну. Вот на марафон. Марафон нашлась. Посмотрите, как выросла эта компания. И я почитал там про нее. Написано, что она начала, значит, там вкладывать Capital Markets, Financial и так далее. Она начала вкладывать в биткоины. Там что-то с биткоинами, короче говоря, связано. И американцы шизеют с этого дела. Ну, в общем, сказать, она повторяет, в общем-то, графики биткоина. Я не стал туда вкладывать. Вот. Ну, есть такая компания. Вот, Marathon, если кого интересует. Вот. Я вложил средства в финансовые компании. Достаточно консервативные. Значит, Hartford Financial Services. Давайте сейчас посмотрим на нее. Hartford. Вот она. Она выросла. И вторая компания китайская. Вот она. Life Insurance Company. Это компания по накопительному страхованию жизни, насколько я понял. Вот. Ну, а так как я к накопительному страхованию жизни отношусь очень даже неплохо. И у меня есть своя программа накопительного страхования жизни в австрийской компании. Я знаю, что это сверхнадежные обычно финансовые компании. То, в общем-то, я решил в китайскую вложиться. Надеюсь, что она будет надежной. Вот. Ну, австрийская не купить. Она не продается. Она, к сожалению, не публичное акционерное общество. Вот. Что там последнее остается у нас? Technology. Ну, из Technology 100 долларов всего на самом деле. И выбор достаточно большой. Но я купил, значит, две компании. Norton LifeLock и OnSemiconductor Corporation. OnSemiconductor, значит, ну, это полупроводниковая корпорация по производству полупроводникового. Сейчас с полупроводниками не очень, как бы, хорошо. Есть недостаток их буквально. То есть, там, я читал где-то. Ну, вот. Я решил купить OnSemiconductors и Norton LifeLock. Чем занимается Norton LifeLock? По-моему, там что-то система автоматизации чего-то. Я уже не понял. Как будто ни было, я выбрал две из этих компаний с Technology. OnSemiconductors и Norton LifeLock. Они были там очень хороши. Я выбрал... На них у меня 100 долларов. Я выбирал... Я помню, что колебался. Выбирал... Сначала решил Norton LifeLock выбрать. А потом решил, что OnSemiconductors тоже неплохая. Я сократил долю... Сначала 4 хотел взять Norton. Но решил сократить долю до 2. И решил просто, ну, разбавить OnSemiconductors. Вот. Поэтому вот таким образом получился у меня сформированный портфель из акций. И дальше оставалось мне вложить какие-то доллары уже в защитные активы, сверхнадежные. И здесь я долго думал, значит, вернее, не очень долго, потому что, как я уже сказал, что облигации купить невозможно в долларах, если у нас всего-то 473 доллара на акции и остаток там сколько? Ну, там меньше 300 долларов. Валютные облигации это называется евробонды. И они стоят в районе 1000 долларов. То есть их не купить. Поэтому я решил купить очень интересный защитный актив. Так называемый вечный ETF. Но боюсь, что я сейчас не буду про него рассказывать. Я расскажу о нем в следующий раз. Это очень интересная группа активов. Вечные ETF. Они есть у Тинькова. Я покажу вам, как выглядит вечный ETF от Тинькова. Я покажу вам, и я покажу вам вот вечный ETF, всепогодный, так называемый, ETF от Открытия Брокера. Ну, так как я в Открытии, то я решил быть патриотом своего брокера и купил вечный ETF от Открытия Брокера. Мне очень понравилась его структура, о чем я расскажу вам в следующем видео. Если вы захотите, напишите, пожалуйста, хотите ли вы узнать, что такое вечный актив, который можно просто вообще не заморачиваться всеми этими акциями, просто все вложить туда, любую абсолютно сумму. Потому что у него акции одна стоит 1,13 доллара. То есть доступно абсолютно всем. И это вот просто классный актив, поэтому он заслуживает отдельного видео. Напишите, хотите вы его или нет. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк. Комментируйте. Проявляйте интерес, потому что иначе, ну, мне неинтересно, я буду снимать всякую фигню. А это, наверное, не очень хорошо. Для Ютуба это хорошо. Ну, для вас, наверное, пользы будет минимум. Поэтому не забывайте ставить лайки, делиться моими видео. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.